В Чебоксарах создают возможности для занятий хоккеем. Катки и современные коробки сейчас есть на территории школ, во дворах. В некоторых учебных заведениях города уже начались тренировки ледовых дружин. Стал ли хоккей пользоваться популярностью у учеников, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Раньше Сергей Кустин работал преподавателем физкультуры, а сейчас он тренирует и свою хоккейную команду. В 23-й школе ледовая дружина появилась в прошлом году. Благодаря поддержке администрации города и спонсоров здесь возвели современную площадку и закупили спортивную форму. Юные хоккеисты уже выступают на чемпионатах. Некоторые ребята у нас, три человека, они уже участвовали, были соревнования у них с шайбой, но без экипировки. И в принципе к ним уже потянулся человек 3-4 и уже организовалась команда. Практически каждый день мы стоим на лед, сначала чистим коробку, с ансидиазом относятся к этому делу. Снегопады прошли большие, тем более, как видите, у нас коробка чистая, потому что благодаря ребятам, которые самые чистые, потом мы сами тренируемся, это развивает у них трудоспособность. Желающих записаться в школьную команду становится все больше. Приходится устраивать настоящий кастинг. Тренер делает ставку на тех, кто уже уверенно стоит на коньках. Мы выходим на лед, сначала несколько кругов ездим, задом, передом, потом начинаем игру. Стали лучше тренироваться, стали лучше давать пас, врата стали лучше отбивать. Я по телевизору смотрел, мне тоже нравилось, вот решил попробовать. Там за шайбой бороться надо, около вратаря, надо ему помогать. Именно так начиналась карьера большинства чемпионов. В администрации города сейчас планируют возродить тот самый дворовый хоккей. В прошлом году в столице республики оборудовали пять современных коробок и более 30 катков. Образовали в Чебоксарах и школьную хоккейную лигу. Главная цель школьной хоккейной лиги – это привлечение максимального количества ребят города Чебоксары к занятиям таким серьезным видом спорта, как хоккей. Безусловно, здесь не ставятся каких-то грандиожных спортивных задач. Главная задача этого – популяризация спорта и здорового образа жизни. Главный трофей школьной хоккейной лиги – Кубок Андреяна Николаева. Сейчас за него сражаются 16 начинающих команд. Дмитрий Ковалев и Расиль Мухаметов. Республика.